всем привет дорогие друзья всем привет с вами не как обычно мы вдвоем с вами сегодня ну enter я гуди и новый человек в мире дофрага новичок у нас на стриме это dex вот и сегодня мы будем обозревать карту люси кап 03 это третья карта из проходящего как сказать такого как за пришедшую да из прошедшего как она называется смысле люси кап так и называется это вместе сену мини компетиша из настоящий из трех карт и вот это третья карта и то есть она не очень большая была и сейчас мы будем ее обозревать да и с нами в принципе сам победитель выгудри физики занял всего одно второе место на первом ранге давай вот я в общем-то не играл ее поэтому я буду обозревать 1 как обычно собственно нам дают 200 плазмы много-много батл с юита за стеклом тоже плазмы и б.с. по которой можно покрыгать которую можно наверно как-то использовать как при джамп может для особых извращенцев было бы ну да не по идее можно в принципе вот там рампочка еще сверху можно сделать дабл джамп оплазмить об рампочку дарится там где-то 500 600 с сюда повернуть сделать кп там на 900 но сначала просто ну да тут у нас с ликовая рампа это сделано для выку 3 как тут у нас в япон клип по этим штучкам можно стрелять кстати вот эти сликовые рампы очень классно ты сделал ну типа чтоб избежать этих домов ну да да я для выкупировался так и тут нам дают одну ракету а здесь и дают ее один раз ее не набрать дальше значит нас никуда не забраться нигде ничего не связать но если сильно постараться это там все-таки вверху может ну можно да наверно походить но это надо срок это нароки давать они будут так 30 на плазму мне осталось нам видимо плазмить туда кривая вода так доплазмим джампад 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 нас подкинет а мне плазмы не хватит потом добраться до ракеты еще есть ну есть он мне ну сейчас использую не пользуюсь в общем-то надо нам дальше наверх так дальше нам еще наверх антилепорт что же в нем что же в нем давай я так как я первый раз вижу да я ее не делал никогда так ос можно походу засейвить и в телепорте финиш и появляемся мы за этим самым стеклом это чувак стыд которые на старте там написано fin ну что делать я наверное поподробнее сейчас чуть расскажу куди отвлекся и так дорожки дорожки что можно сказать про эту карту не вылетает из головы как дексу не терпелось посмотреть что же там в телепорте то что сделает первый человек который появляется на карте начинает тоже плазмить плазмить сюда вроде в общем но попробую поросли глину там стекло она у нас не даст нам он попробует попрыгать сюда наверх как обычно человек который чуть чуть побольше играет дифраг он знает то что есть если плазма можно сделать бусты и в общем как нибудь здесь сделать буст и это придаст не хило так скорости вариант номер два я пробовал использовать вот эту букву г или что это пилиции смысле это три это цифра я пробовал бустить отсюда пробовал здесь как-нибудь набирать плазмы но мне показалось это невыгодно мне удобно здесь приземляться потом в общем я делал просто здесь бусы по уголка потом можно подпрыгнуть и плазмить по этой стежке тоже еще я здесь могу сказать старт начинается где-то вот отсюда и макер такой молодец там клип везде а старт триггер дотянут только до этой границы таким образом можно сделать как да к сожалению или счастье и у меня не получилось это использовать хотя это очень такая крутая штука то есть берем берем руки который я тоже думал что рокет дается там не знаю несколько раз если бы не был стандартный таймер но полина здесь не получится набрать рокетов а дальше больше оружия нигде не дают никакого можно еще прийти посмотреть что там в том телепорте все-таки потом вернуться не получится вот в общем использовать бак у меня не получилось ну чтож дальше но я типа ладно здесь у нас классная рампа которая дает полетать наверх здесь рампа которая скидает направо надо было тимопить но в нем здесь просто плазмин вверх право плазмин плазмин и летим туда вперед уроки тут мало отличается мне кажется дальше в физике cpm есть опять же бусты и буст надо здесь какой-нибудь делать то есть после вылета нападает какой-то высоты мы будем делать слева либо вот отсюда откуда-нибудь в общем как-нибудь буст опять же два варианта буста либо мы делаем буст до этого до этой рампы и делаем дабл джамп на этой рампе и приземляемся куда-то сюда либо мы делаем буст прямо на самой рампе прям заезжая на нее вот подскакиваем куда-то и вот сюда где-то приземляемся отсюда тоже можно начинать сразу плату а на самой рампе можно делать да можно можно и вот по самой рампе сделать и вниз падаем но естественно в принципе как как в общем получится здесь начинаем главный по левой стенке потому что туда вы проход намного удобнее ну по крайней мере физики cpm завернуть туда налево и прыгать дальше в уку 3 я не играл не знаю также или приходится по правой плазмить вот ну чё мы здесь разгоняемся плазмим попадаем в этот проход идти вперед здесь у нас опять же две дорожки ой какой дверь здесь их много там нам дали рокет его либо можно завязать там где-нибудь раньше и постараться с одной плазмой здесь залезть наверх что возможно и реализуем как-то сложно как получается долететь приходится и за здесь рокет рокет можно использовать двумя вариантами физики cpm есть очень быстрое переключение с плазмой на рокет то есть мы можем здесь подплазмить плазмой переключиться на рокет и выстрелить его в краешек прям самый как я и делал это самая быстрая дорожка получилось я пробовал также с разгона стрелять рокет куда-то сюда потом плазмить но к сожалению это она не так хорошо получалось подкидываться подкидывать и а по высоте как получалось когда ну у меня получалось плазма плюс рокет вот здесь выше получалось обычно чем сорок это наперед потому что тут его очень сложно словить может быть это там будет на пару пикселей выше но прям это очень-очень рандом ну вот таким образом сейчас я сделаю с их поз это диво поле нет нет ну надо заводать где в map же можно для 2 минутки окей ну как раз закончим вода вода здесь опять же либо на мою мы на большой скорости прыгаем прыгаем просто на этот джампад либо мы можем попытаться еще где-нибудь там чего-нибудь 10 бустануть либо там бустануть в общем но это тоже геморрой сложно в общем вот таким вот образом получается быстрее проще всего для тех кто не смог это сделать вот так подпрыгать они делают запрыгивать сюда и отсюда мы можем использовать попробуем дежурок подпрыгивается до или сроки то или или полюбим сюда и хотя как урок это тоже у нас один только добывайте сроки то по идее нету если мы использовали там да то здесь у нас только плавно плавно сюда пропрыгать прыгнуть сюда и есть очень сложная дорожка которая у меня не получилось реализовать это использовать рокет так чтобы откинуть долететь вот до того краешка но здесь очень неудобный поворот плюс джампад кидает чисто вверх в общем это реализуемо я даже до плавно сейчас получится это жесть это ты просто высоту даже не наберешь мне я долетал дел так да я сделал но потом на очень маленькой скорости еле 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 вот так вот плавно куда до вверх но это медленно будет это у меня получилось медленнее чем вот вот это краешка то есть вот вроде да долезть до туда можно то есть нужно как-то получилось в общем это сложно у меня так и не получилось ну стандартная дорожка мы делаем стреляем рокетом в краешек это физика cpm cpm тут можно так делать в уку-3 вы декс еще покажут проходить ну и здесь у нас мы либо вот так вот и здесь вот еще уголок тоже я втыкался несколько раз очень ну это курва с ним всегда проблемно типа вот тут либо кнопочка вперед либо двумя кнопками на правый как-нибудь главное долететь до вот этого телепорта и финиш находится вот тут вот я наверное сейчас альта вновь в радиант покажу как здесь триггеры все устроено давай давай так с экран вот ну видите мой экран и вот вы видите старт на котором нам даются плазма неузимость вот таргет который нам все дает а вот она циферка 3 вот они клипы везде по бокам которые простреливаются и вот он старт триггер которые вот таким вот образом вот отсюда сюда можно перед перелететь переплазмить ну в принципе здесь ничего интересного внизу старт мой килл триггеры джекилл таргет килда который нас убивает мы летим сюда подлетаем вверх вот он в пункле который вот не до конца здесь закреплен как-то в который можно стрелять только вот до сюда с этой стороны тоже самое триггер который нам дает rocket который у которого таргет который имеет вот так как его это не тот сам на сам триггер нужно триггер у нас имеет white минус один то есть он больше один раз будет пользоваться и все вот что еще можно сказать идти вперед плазмим плазмим пролетаем в пролет прыгаем от этого джампада вверх и здесь у нас как бы практически ничего нет просто голые стены и вот здесь находится около этого телепорта находится таргет 100 стоп таймер то есть у нас финиш находится в этом телепорте они вон там внизу как многие могли подумать то есть мы сначала останавливаем таймер потом уже заходим в телепорт у нас телепортирует туда вниз где мы видим здесь мы стыкаемся вот в эту надпись фильм конец вот в общем простенькая маленькая карта с одной одним оружием и плазмой и кучей бустов вернемся в мара в этот игру сейчас она вернется и сейчас попробую просто быстро пройти да 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 еще здесь такая штука вот этот вот ракет каран дается нам он нам не нужен потому если мы хотим сделать буст поэтому есть такая команда cg авто свитч который позволяет автоматически переключая автоматически включать которые там подбираем если мы ее поставим авто свитч 0 у нас оружие будет не будет сама подбираться и мы будем с здесь пролетаясь плавные не будем подбирать этот бракет вот ну и на рокет потом руками будем переключаться сейчас еще раз попробую пройти а еще такая штука к сожалению триггер вот этого рокета он вот на такую струдец натянутые у меня часто получалось то что я улетал и перепрыгивал нафиг этот триггер без руки-то проходить сложно поэтому тоже не очень хорошую часть майперства ну это надо майперу работу надо широко кто-то очень плохо слистировал так ладно сейчас еще раз чтобы быстренько пройти вот теперь поговорим о выку 3 физики сейчас нам покажут как ее надо выку 3 проходить какая честь какая честь ну шо все просто пишем все просто плазмится системы которые таки три проблема была в том что здесь клип или как это был до этого места здесь можно было плазмить типов пустоту и набирать скорость а дальше нужно было обязательно попадать как можно больше плазминок это полосы ведом рокет зачем-то дали вас уже не все выстрелю тупо так делать нельзя короче вот здесь момент такой что мне кажется даже для новичков которые хоть как-то плазнить умеет все равно было легче пройти по левой стене я думаю что по правой можно было не долететь ну по правой из-за того что еще поворот да поворот там что-то не так повернул мышку и все это санс а по левой получается набираешь скорость и можно даже не плазмить по стене а у меня был вопрос кстати можно ли здесь с плазмой как-то от стены оттолкнуться и не врезаясь в стену залететь туда да ты нет ну тут кстати тоже это значит тут вот на старте можно выйдем можно это очень так короче в данном случае получилось чтоб по левой стене было выгодней всего и легче так можно проскочить около 3 или 3 не-не-не-не а тут можно нельзя замедлиться отскочить потом завернуть так чтобы не втыкаться в тело я думаю это будет вообще-то не пробовал нет и явно сейчас я сейф-поз сделай сейф-позда зелы раз опять же скорость ну типа того да и тогда проскочить что-то да сложновато кажется там слишком далеко получается получается нужна небольшая скорость и высота если так делать то это будет медленнее чем с большой да очень очень медленно ну и потом достаем брок и которые нам дали залита и пхаем типа как цепи тут пробовал рокет наперед да ну в общем для особо извращенцев нужно было плазмить и так и доплазмивать вот формочки а там вроде нужен плазма или нет там проблема все в том что нужно начать то есть как можно раньше получается как только возможно ну то есть ты по сути то же самое как сделать максимальный рот и джамп то есть ты начинаешь плазмить как только ты отрываешься так все же использование первые первые рот и получается быстрее чем таким вот образом нет ну то есть вы самая быстрая дорожка была именно такая потому что рок и цевица рэн домом погоняет здесь здесь мы все-таки забрались дальше плазмена эту стеночку и тут достаем рок и который нам дали но была маленькая тебя хитрость то можно было залететь сбоку меньше топать как бы там по полу и получает ну это получается не чуть чуть меньше а на пол секунды как минимум дай грубо говоря один прижет ну там чуть чуть меньше чем ну это можно сказать вот такая вот карта а вы дожди ты будешь я вначале сразу залететь из инвестности вначале вот да да вот если бы ты сделал либо эту хрень выше либо ту хрень ниже хотя бы не знаю на 5 упсов мне кажется достаточно было то это было бы возможно там вместе с приседанием там я я пробовал у меня у меня получалось удариться об этот волочек получается вот об этом я бился и мне потом одна плазминка хватало чтобы залезть на но черно двинулся может либо с маленькой скоростью удачи и либо маленькой скорости не не получается слишком далеко получается что если ты скорость набираешь то но она 5 высота допустим вместе со скоростью здесь набирается типа быстро и ты либо и скорость и высоту набираешь быстро и бьешься об это хрен либо ты поначалу типа опускаешь мне даже поднимаешь присяг чтоб набрать скорость и потом сразу же выравниваешь на 71 чтоб тупо набрать вертикальную скорость ну и типа мог попасть в это то то тогда получается что те хватает высоты все равно визу попросить чтобы он попробовал может это и реально потом я думаю что нереально если сначала перепрыгнуть вот это вот яму а потом уже с пола попробовать это хуже вот это очень медленно пути но отсюда это уже конечно же реально но тут получается скорость там где-то 500 пульс то же самое что ты вылетаешь наверх ну и опять же тут очень много заключалась в начале мы уже была обычной чел очень важно было упасть прям перед перед самым и продолжать плазмить как бы наискось они сразу максимально высоты для подъема спазм потому что скорее всего из-за того что это слик получается что горизонтальная скорость набралась реально лучше если плазмить наискось на скорость чем просто с моментально выставлять пинцел на 71 72 градуса и начиная оттуда подниматься то есть она тебя тоже по скользить ты скользишь по рампе поднимаешься но скорость не то получается а если ты лупишь плазму по сути горизонтально соседи скорости и дальше плазмишь горизонтально рампе то почему-то тебя выбрасывает сильные то есть я с гастом играл и это было явно когда я уже подлетаю хотя мы здесь были на одном уровне а тут я подлетаю и тупо вижу как он только начинаете за мной подниматься вот и ну пройди быстренько попробуй и выйти отстанем в принципе хорош и получается тут много чего но можно сделать чей нужно нужно смотреть по высоте допустим здесь добираешься до то начинаешь плазмить смотришь на высоту как только 400 видишь прекращаешь плазмить когда ты получается идеально вылазить на эту поверхность не теряешь время на вот пока ты опустишься там ну то есть по сути дефраг весел из этих мелочей но опять же она там обычно там дает 150 200 будем переходить просмотру дома ну да пойдем перейдем она начала типа можно уже убежали нет короче начало получается можно плазмить просто типа там под идеальным углом а можно плазмить как я плазмил то есть изначально лупить типа максимум даже даже на таком коротком пяточки котором как бы типа с одного прыжка ты должен будет а потом подбираешь углы и сможешь еще я удивился обнаружил что указы я всегда считал что плазмить можно с нажатием только с трейфа влево или вправо до там сколько 420 скорость а получается это потом нажимаешь вперед и уже позднишь окажется что окажется что можно плазмить до 700 с чем но это уже конечно высоту ты там нику не будешь набирать но если висота не нужна то получается что полезно следует на одном стрейфе выплазмить можно очень быстро поначалу то есть вот меня на этом уголке уголке уже там 700 скорость получается на фиге а если плазмить просто там если просто выставить 45 градусов и воткнуться в бой не 45 там 35 что ли не сейчас подожди вот можешь не спекать скажешь медленно или нет так вот смотри если вот здесь отбокнуть вот 35 градусов потому так вот медленнее ну сейчас было медленно значит пониже 35 где-то вот так ну ты гадаешь по сути тоже что я и делал а мышь мою дымку не видит 35 градусов и вот допустим 30 30 мало много не ждет по любому надо поднимать потому что надо опуститься на эту платформочку чтобы сделать еще один прыжок подожди допустим 2020 нормально будет 35 здесь в общем приземлился почти нормально здесь на 22 но потом просто надо пускать прицел ну сейчас было хорошо то есть может быть даже и быстрее вас 22 на 30 на 35 где-нибудь где-то также это можно будет потом когда дымку мы будем стрелять может быть глянуть сколько у меня скорость на уголку но получается доски делал в любом случае посмотрим нас на старт триггере какая скорость короче ладно все все переходим к просмотру дымок заговорились на носик кап 03 итак начинаем с в кутри дымок подожди 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 за готовы подожди я не готов да так начнем с какое-то место 369 12 14 15 это бриганда бриганда 268 все готовы давай 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 пусть дэкс говоришь что бриганда не так ну очень плохо поднялся после света во-первых угол подобрал неправильно меня 65 ничего такого всего там больше от стены отталкивать чем понимал переключался долго на тут он же да пошел кофе нарастать ну я понимаю то что он там угол выравнивал ощущение будет там 70 градус и такое но нужно как бы можно было это время ну вообще он послал стрелять просто что послать ну да да потому что бригада зона делает нормальные да он явно может получить декус россия play быстрее на секунды и один поиски 2 секунды полторы делал стружка не использовал начальный разгон плазмы угол вообще нафиг не менял подлетел очень высоко тоже легким путем пошел пешком было бы быстрее вот он кофе не заказывал и ладно макс 20 24 7 побыстрее на секунду play 7 все это у нас из мои дружа я мои дружа я давай колл и посмотрю приземлялся раньше не плазму по левой стенке по боковой но поднялся он быстрее срок это уголок не тот выбрал чемпада вот так вот так вот американцы делают американский и куда-то он еще там секретики пошел искать видео кеникс 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 из тольятти давай быстрее на секунду едва обогнал 3520 до больше на секунду это уже начинается тольятт скидки фраг получается сразу начало без прыжка возняла в принципе хорошая но тогда неплохо вылетел кстати с рампой ой какой хитрый чеси это кстати довольно задротство такой серьезный рог этом джампер но правда высоту больше может чем просто стены если там допустим 72 градусов делать руки джамп от стенки при джампаде и если просто джамп откупить то выше подлетишь если просто джамп от ну да это как роган джамп получаю да после тоже самое что это стенки руки джамп дальше но причем похоже прилично выше если бы допустим даже плазма типа первую плазминку пускать джамп от опять же выше может быть даже можно было без дополнительных плазминок вылетать на платформе чко не украдут этого не сделал а потому что не потому что на тот момент не хочу так где на него 20 29 плей быстрее на 600 ну пока очень разрывы большие между игроками кто-то заказывает кто-то кофе кто-то нет слишком высоко поднятого первый человек который делал так как хотелось приземлился прям а поправить не честь и и плову да да приз пока что за оригинальность отдается дюку за этот момент а димонор есть димонор посмотрим что он там все дальше с очень-очень большим отрывом 1488 отправил play отрыв в 2 секунды и шесть кофе скоро братишка дефраги посмотрю что нам покажет ворачивался правой стороной он все таки сделал да уже сделал ну в принципе достаточно четко сделано правда сроки там застыкал немножко ну для уверенности я думаю но все равно тайм уже вон пошли получается таймы с этой связой ну чтож и дальше he is россия play 2200 быстрее нас 100 миллисекунд там 120 что ли начало пошустрее вроде он чуть-чуть отдался скорость не такая хорошая была на хейс уже старался пользоваться всеми стенками всеми полами всем чем может забрался кажется вот с плазмой дополнительно не очень быстро и рокет использовал вниз они назад чуть-чуть там еще потерял ну такие вот мелочи по идее казалось бы мог бы 19 по сути сделать эффект россия play 2 на 80 до чуть-чуть еще быстрее то есть очень близкий тайм и с дружком делал улитка скажу скорость как это маленькая была 400 у кого какой веселый рокет джап так далее у нас идет нет нет венгрии я первый кто вы тоже даже сделал девятнадцать секунд и хотел сказать первых совершил из 20 тоже не очень быстро мне кажется вылетел ну вот он просто завтыкал у туннеля мне кажется очень очень плохо с плазмы поднялся в конце кстати очень хороший рост и прямо наскосок в уголок почти да и вот выгнали не жулигерам что там диманов до диманов как раз польша play 19 592 быстрее на 150 миллисекунд проходит по правой стенке кстати тоже быстро да получилось и под себя тоже не порадовала не порадовала ну да так прошел средненько можно сказать ну быстрее да но у нас еще есть быстрее это как минимум не было до из той же самой мере какие 7 си play быстрее на полсекунды и посмотрим где он срезывает эту пол эти полсеки моделька интересная встреча последние человека вылетел опять же у туннеля как-то мне кажется долго мне кстати к интересно в туннеле сразу по правой стенке не было ли бы побыстрее если про пластик немножко то есть там получается вместо двух прыжков можно было сделать по 1 а ну да и набрать еще больше скорости благодарим буду я не знаю я же потом подумал это годно по идее надо ручиться опять же на и топ 3 получается открывает гризли побыстрее еще на полсекунды прям бешеные какие-то отрывы на этой карте вы кутри вот гризли по этой палочки настрелял парочка да очень низко кстати залетел в этот в туннеле очень классно быстро это получилось и вот он сделал эту срезу в пол прыжка даже который который говорил dx и шел 18 вот казалось бы да очень быстро все сделал но как 17 и 3 это еще быстрее еще это полторы секунды ворус второе место занял shine из порта рика в чем его можно обвинить ну что он там не живет но так ну play ну кто первый скажет давай дx по полной критикую чего неправильно очень плохой вылеп моделька орб тоже минус вылетел классно с плазмой но залетал спиной че 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 нависал так этот раунд че-то решает посвящается да посвящается дx тебе даже в дэнке посвящается ты не проследился на этом моменте я проржался дx фан клап лол он уверен был что он типа меня вжахнет и типа сам себе ну понятно там иронии эти вот это все ну и то первое место да дx 17 1 тут нормально план прошу это пацан дал да еще на 150 грубо говоря быстрее очень все быстро ой-ой-ой-ой-ой просто по тоненькому еду ходит дx ну вообще-то у меня здесь мне кажется концовку запорол на относительно шайна да у меня подъем последний на плазме подъем на плазме и рж там можно было и рокет у меня слишком большая дуга можно было прям краешек финиша наверно влетать да я не по кратчайшему пути ну че-то меня покосило трошки заволновался плюс увидел от чеков то нет не на таких мапах я не волнуйся все равно поздравляем стоп один да поздравляем тебя выиграл в итоге весь люси кап из трех карт ну спасибо пацаны спасибо перейдем тогда к цепле раз вы к три кончились урок ну блин я обычно в этом моменте часть 3 29 и 6 интернер хима хир энтер геокантер хир в общем неизвестный человек из неизвестной страны 29 и 600 play это конфиг по моему зерга если я ничего не ошибаюсь тлойду делал с прыжка он приземлился прямо на рампу вместо того чтобы не знаю даблджамп на ней сделать проходил по правой стенке что намного медленнее останавливался как будто этого q3 вот как будто вы q3 играет проходил через самую медленную дорожку он возможно совсем новичок он залезал походу наверх да на самый да он залезал наверх и просто на верочку пропрыгивал до телепорта он же делал обзор карты и у него был сервер андет клан там бла-бла-бла значит это действительно конфиг зерга значит чувак лучше меня и меняй в общем то следующий у нас что там скажет так следующий у нас rx8 россия санкт-кетербург play быстрее на 1 и 4 на целую секунду это очень быстро выглядит очень большой сенс но вылетел крайне а потом поменять угол и спокойно горизонтально пытаться плазмить не влетел в этот проход использовал плазму с рокетом но очень мало куда залетел высоты ему не хватило и наверно угол выстрела ракет и потом опять поставил покурил угол поставил правильный и так два раза между ночью вот 28 следующая дремка от хулигана 22 и 2 ладно play быстрее аж на 6 секунд да это очень дико хулиган там мне вообще зарешал просто ну какая-то тормознатая демка это да видимо настройки у него неправильные влетел сделал лишний прыжок не так кажется запрыгнул сразу наверх он неплохо почесал видимо руку от мышки убрал почесал дальше пошел макс пакетс маленький ну да скорее всего сколько надо 25 чувак поставь побольше поставь 25 точно вот 26 будет лучше интер и нельзя просто до 6 нельзя быть лишь на макс пакетс он не прописан в конфиге в роли зах в прописан вроде нет нет а нет даже макс пакетс это интернет онлайн не обязательно ладно ну в общем катеру фун из питера play перебил на два фрейма макс пакетс были раньше запрещены маленький то есть там типа 20 или же такое благодаря им уже было типа логчики но это было очень давно я думаю сейчас она уже приземлялся прям на рампу проскочил больше неуверенный в себе пацанчик ой зачем он нашли назад назад запрос загорачивал мог сразу да вот я жирю неуверенность и не поверил что долетит куда надо как опустить это точно там дали только кнопочкой вперед поднимался дальше можно было право нажать и несколько было быстрее но в туннель быстро залетел в принципе на этом наверно выиграл в основном хардкор россии 21 на 7 play быстрее на 400 миллисекунд посмотрим что он сделал этот пацан уже знает толк но не до конца видимо пусть сделал все он еще 2 даже сделал вообще что творит что творит боже мой боже мой от стены это еще и от пола потом на делаю просто зарекомендовал себя сейчас смотрит и выбирает кого в пару взять пока хардкор я думаю пока интер не слышит выбирать так кто там следующий рик о ше австралия 25 play быстрее на 130 получается миллисекунд ну не секунды минус ушел пробовал буст не получился воткнулся в рампу скорость очень много потерял а почему вот ему бы не попробовать просто раз уж этот буст на старте постоянно делать этот буст и разжать когда он получится но дорожка очень сильно отличается от оптимальный так сказать ну такая стандартная мужская дорожками но почти стандартная буст начале он игры втыкался в рампу скорости мало атаку остальном принципе почти выкуп лишнее хотя нет ну самая стандартная дорожка ну да да дефолтная в общем еще быстрее на секунду и один прошел кипиш из челябинска play 20 и 440 у него любят пацаны делать добой джамп цепи начать надо леним клацать в него два раза или мышц они почему-то решили шраз слик значит это тип и так сойдет остановился перед тем как начать плазнуть там наоборот кажется в цепи можно быстрее сделать если вот на это перед ратой рампы прям переземлиться еще набрать на ней скорость а потом пока прыжок нажать я кстати хотел спросить я не пробовал это скорее всего быстрее не может соточку это меньше но меньше но быстрее все если в молитва фрейма дрочь по сути то это может выиграть неплохо в общем еще на секунду и 6 петрович тоже из украины как и вот это пацаны щит вытворяет я бы ему первое место отдал просто просто визу без боя наконец-то первый человек который летел себе он даже сделал фору пацанам видели постоял на финише куда даже в итоге очень никто не перебил я смотрю этого и на год клан какой-то серьезный надо быть конкуренцию как раз еще лиман украина play второй еще один человек из украины ты там узнаю друг они рядом с тобой живут да вообще одесса рядом относительно ну три часа идей и 6 вам договорись при сбу получился у него да тут уже получше петрович и так там ничего похватает хочу в соседнем доме как воткнулся а лемонта какую фору дал ты посмотри просто гридно пацаны изи ваще врезался финиш еще постоял на них интересно форестахи тоже с украины не реклама зоева это москва что ли даун с москвы такое прочитал матюки такие страшные и об россии и кассиринбург нашли дымков да 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 play быстрее на 500 на 600 не тоже на сколько на 700 быстрее по идее очень больше 300 800 лично математика фрагеров который считает фрейм ой он так это долго падал вниз могут подплазнуть наверно ой прям в уголок пострелял нам в целом прошел быстро в целом четенько даже не знаю где тут наругать ну много нельзя но да ну да это понятно но в целом на правильном пути по сути дорожку ничего прям неправильной же не делаю дорожку нашел правильно это молодец или у нас форестахи орехово зуева play на фрейм просто вырвал зубами у бедного эфиопа дабл джамп еще повернул не делал видал а может так быстрее будет не уверен если мост еще идет на если четко все там можно без джампа по моему на этом стиле так проскользить и без жампа заметить и сразу гбс еще потопил немножко пешком да еще фору всем дал и в итоге все равно перегнал кофе ну мне кажется если плазмить по стенке то будет быстрее потому что надо тестить смотря какой буст сделаешь причем ты пока плазмишь ты потом еще вниз падать что такая-то скорость у тебя ты можешь подняться быстро и сразу сделать буст я поднимаюсь быстро единственное он он очень плохо по дабл драм то если вы делать на большой скорости дабл джампа ты там высоко улетаешь там можно без жампа залететь наверх четко ты вообще без жампа просто просликать и ну короче давай ладно next дмитрий белоруссия минск play 17 4 до на 400 миллисекунд быстрее ой какой быстрый сенс сенс ты говоришь как зерк не надо так говорить сенс дифраг сенсивити как еще сказать сокращение быстро пошел быстро да и сенс конечно лютый но но как вы и три дорожкой прошел ну да по сути кианик с россия-тольятти play 17 xx я не знаю почему это сенс дифраг секс интернет я ник сначала не вроде неплохое можно было бы забустить там да но он вроде не не бустит он вообще по-моему только внутри играет очень высоко подлетел да ну в итоге быстрее сделал 17 и отсек получается черту 17 секунд и дальше прямо вот на пол сети быстрее хэллоу из сенсии 16 5 play ну 16 496 почти 16 5 чуть больше чем на 2 секунды обогнал он последнего кианекса паркнулся в рампу не делал дабл джамп что-то как-то начал вообще медленнее за счет того что высоко не подлетел после джимпад и срезал прыжок при повороте протоколе и получилось ну да два прыжка экономии но начала медленнее и вот полсекунды н как мяки пуз он теперь клане или он и был в этом клане он был бы хорошо play быстрее на сколько на секунду чем на еще быстрее в общем boost и очень быстрый дабл джампом с вылетом я не станет уже не того сделал boost лишний прыжок мне кажется неплохо заплазмил да и собственно отжал свое и еще на полсекунды быстрее сделала альмера россия москва play то самое чувство когда мягкая пузикой не помогает углы правильные вылет хороший да сделала сейчас нормально здесь нас классный дайс опять сделал плюсам ну то есть еще еще один чуть-чуть затопило при в этом придешь и плавлен при переходе на плазму но остальное вроде быстрый поворот хороший позвони мне дайк номер запишу буди гритну позвони мне 960 сколько-то я же подберу мне же не что еще хотел рассказать вот у нее у нее фигенная плазма правильно все делается но можно было выключить автосвит чтобы не переключаться с плазма на рокет да и обратно и в остальном очень неплохо пройдено агрессор 14 8 быстрее на 0 2 ну давай смотреть play декс пропал куда-то или ты здесь пропал декс отошел и мне интересно цепи он выключил отработал свою буст не получился просто вахтался на бусты он он старичок для него бусты это у 100 как сделал потом стал делал очень очень классно по высоте получилось залететь на вот и декс вернулся как раз к огоньку скоро будем смотреть топ демки топы как будто покорн жарит декс ману и дмитрий да у нас 240 блейк лея что теплее мультиплеер вот он бился головой об этот хороший буст кстати сделал и тут очень быстро и тут минус жамп еще все классно сделал и тут тут конечно медленно получился за счет того что высоты мало и залетел в телефон очень быстро и сделал vr на сервере но его перебил уже с кем прям сегодня следующий ю дмитрий россию рай посмотреть play 14 1 обогнал топ-1 на 100 миллисекунд но бывший необходим до сделал буст офигенно классный летел завернул и не делал лишний прыжок выставил классно он здесь вот делал лишний прыжок можно было сразу надо предлагаться на этот там можно было классик на можно было бы еще спада тогда делать к.б. просто так как бы любит и тогда после как бы уже начинать возьмите там от высоты зависит чтобы гв сделать нужно иметь высоту а нормально листа было нормально так я имею ввиду то что лучше наоборот не не получать этого запрос раз напад залететь и на начать плавник чем подпрыгивать там ситуация допустим можно смотреть как получилось если высоко делаешь гп если бискотова не делаешь там с того маленького пада я думаю высоту не смешно там какой-то минимальная может сразу с кнопкой вперед допустим поплазнить или ну с кнопкой назад оттягивать по этой округлости но не это в общем спорно аурум да аурум давайте смотреть play рузамберок что это за беру как он читает такие аннекс не может вылетел нормально до банджам как он очень плохо вышел да ну вот высоко подлетел просто можно было сделать но он прям с краешка уже плазма клим так что там гб вроде не в суть ну и побыстрее на соточку торнер сделал открыл 13 секунд пацанчик пацанчик идет к успеху на торнер до торнер кстати вторую карту за рулил и вот на 3 что видимо где-то просчитался ой какой у него очень хороший получился там по уму наверно касаемо запишем и ножкам отлично тут кстати сразу почти начал плазмить единственное в конце немножко потерял но это не так критично в принципе неплохо быстро но на густе он там много потерял вот и по моему углы не очень правильно ставил при дабл джампинг так хэйз россия 13 7 play что сказать сейчас посмотрим как-то высоколадо на старт делал без густа но тем менее не менее кстати был литвом не плохо а он волстрей в дел да немножко поткнулся в этот падик но ничего вроде быстро получилось я не знаю что сказать быстро 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 да но есть быстрее энгод за киен беларусь села киен из села да плей 13 а пусть а пусть дэкс тогда разберет до 13 6 быстрее на сколько на соточку ой ой какой интересный как как вау правильный вылетал хорошо буст нормально получился как можно быстрее по прыжкам классно быстро неплохо высоковато подлетел 10 скорость не очень быстро и финиш ну то есть совсем по мелочи потерял везде чуть-чуть буквально там буст не дожал чуть-чуть ну и признание в любви угол не очень правильная скорость на последней плазме а так неплохо по написал там в конце синий так тяжело читается рвот люблю декса краси ним должны почитать в общем я хочу предложить чтобы декста разобрал последний топ-3 демки особенно критично отнесся к демки энтера потому что здесь не было из а 13 3 play быстрее на 300 миллисекунд но и занял третье место на этой карте я думаю он мог бы быстрее но не захотел 1337 ну бус хорошие принципе в туннеле тоже неплохо проскочил ну не хочу сказать пройден неплохо 4 утра поставил рекорд вот что могу сказать он после бусто очень долго летел и ничего не делал я думаю что можно было запустить сразу поближе к стенке и начать плазмить вот и на этом он наверное чуть-чуть потерял возможно после какого бусто 1 он там один он делал буст справа налево делала дабл джамп и летел долго до стенки потом только коснувшись я начал плазмить после джампа я сейчас все пересматриваются он там да немножко как недочетка надо надо раньше начать плазмить ну и топ-2 о великий который в мертвом уже клане и вот еще лет зову в фпс но не идет тоже пока не знаю как у нас еще этот под еще декса в фпс какая контракт зерга не разорвал них гризли еще в этом гризли говорит забил он больше не будет играть почитай комментарии к новому к новому варкапу почитай комментарии потом да ну в общем демки отдал все отдал да ну там нет немного демок как я посмотрел но лучше и видимо лучше конверт лучше ну в общем побыстрее чем не было прошел интерна 170 play из москвы кто хочет я могу даже адрес найти ну-ка посмотрим так густыми и вообще не лучший самый про плазмить очень хорошо вылетел ну пусты такие себе в целом туннель быстро прилетел сделал четкий рокет резался за цикл паник чего делать принципе ну можно будет ли вообще никакой разницы я думаю по сути на самом деле никакой если бы он зацепил я себе не зацепил плазмить то начинает надо за одинаковым временем то есть вот если бы он зацепил и на него типа вылез то тогда может быть даже быстрее ну то есть идеальная высота ну это очень дико сложно но это там же просто рандом типа паузерник лучше заступки ну судя по всему я тут чуть-чуть совсем по скорости потерял на пусть и на втором пусть и она вообще везде по чуть-чуть наверное да да и поэтому тебя овчаркин перебил зашкварно я немного играл совсем я там поиграл ну да давай как шайм теперь вот это сервер тайм мне интерес сколько мне там сервер тайм сейчас я свою дамку гляну да да я тоже посмотрю 10 минут поиграл да ты играл больше меня у меня 6 перейдем кто-то один к золоту который занял овчаркин на этой карте 30 13 и день на сотку быстрее из белоруссии с бреста по-моему с ником рэнты онлайн буст классный быстрее мы его ой даже вот он здесь как два буста делал ну вот мне кажется это равносиль хотя может быть если бы он 2 буст на втором даже сделал нормально который получается как-то маловато дома но в принципе прошел быстро но по-моему 12 надо прям жопой что на 12 с двух бы стал сделал по сути ты же скорость то есть и он кстати от лишь залетел на последний под типа без запаса высоты может быть не так раз ну чуть пониже можно даже посмотреть давайте две последние дэм кодекса и вот овчаркин глянем чуть-чуть вот я надеюсь что не становится стрим как бы . нажать нажми и проверь тогда если сразу начинай но ты интер может реально гость записать овчаркина посмотреть таймскил 0.5 овчаркин play успел переключиться куда ему не надо он просто там играешь на 800 классно получился скорость набирает неплохо дабл джамп удалился головой потом буст на 60 бус на тысячи тридцать и дабыл же войну 2 гузда и очень медленно 2 густ вышел у меня таймскил на кнопочки прибавлять а у меня тоже чуть-чуть зацепился на краешке и дальнейшем принципе мне кажется он стену медленно вот эту проползмил последний нет как будто кого-то медленно чуть-чуть мне кажется можно было быстрее если google пацаны 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 там скилл один ставите и быстро получать ладно давай в общем декс до победителя у нас лисика плата play play сейчас посмотрим сколько у меня на краешке там 700 там схема там 694 получается на предземлился не прямо перед рампой хорошо вылетел очень на волстрей получился классно еще получается он дал себе скорости стрельнув в рамку то есть типа еще себя больше оттолкнул от нее это вот мелочи вот эти они строят в принципе песни ну тут быстро залетел и ну поднялся до не вашей доличи человека и угол да не очень 16 значит чего-нибудь там можно было сделать но что как сказать ну когда я сам шайн еще если взять его старт декса старт и финиш шайна то 16 9 200 до 200 получается он на вот этом окошке типа перед джампером на 400 где-то отстает финиш ну то есть где-то 200 250 я потерял в концах вот вот такие вот демки вот такой вот обзор сейчас я альта бнусь в браузер опять как обычно вот он браузер вот они в принципе результаты всех вот они дремки результаты это competition а как можете видеть здесь же есть таблица всех результатов всего люси капа из состоящих из трех карт первое место занял 2 q3 физики dex 2 grizzly 3 кит вот но остальных можно здесь видеть в принципе давались за каждый раунд не было ну такс почти максимально сорвал как и торнер кстати торнер тоже победил в цпм физики так можно его поздравить с этим язык юн новичок чем новичок занимает второе место с чем его тоже обязательно нужно поздравить не было слал только на вторую третью карту больше занял ну ладно и теперь заняли три места торнер первое место поздравляем его год за киен и дмитрий вот но в основном потому что они слали демки на все карты и заняли неплохие места на всех картах так ну я отсылал на одну карту занял какое место штатство главное на душе выцелы не делаешь так на данный момент стартовал новый competition на карте баг trails 3 это стрейф это карта в общем для стрейферов хотите покажу свою демку посмотрим на на следующем обзоре ты да в общем присылайте демки заходите сюда компетит комментируйте заходите на дискорд там все мы есть еще есть но вконтакте ки вроде есть но там тоже кто когда как ждем ваших демок ждем ваших комментариев что всем спасибо за за все за демки спасибо всем пока увидимся на серверах дуба все пока